Работа с криптовалютами, это майнинг и, соответственно, все производные. Да, хотелось пообщаться и рассказать как раз-таки по тем возможностям, которые открываются, помимо всевозможных историй того, как люди участвуют в ICO, выводят какие-то проекты, свою криптовалюту и все остальное. Есть очень много все-таки возможностей на этом денег заработать. И разных-разных-разных вариантов. И самый, наверное, первый простой вариант, который еще появился, наверное, по-моему, в 2009 году, когда только выпустили первый биткоин, это майнинг. Есть много разновидностей того, как на сегодняшний день можно майнить, но изначально весь майнинг был на обычных компьютерах фактически. И любой желающий в 2009-2010 году мог спокойно на своем компьютере домашнем смайнить биткоин. И если бы сейчас он до сих пор его не продал, он, наверное, был бы уже не миллионером долларов, а может быть и миллиардером. Но все-таки возвращаясь к тому, что все мы люди недальновидные, ну в плане не том, что все мы люди недальновидные, но в основном на тот момент, я даже вспомню, когда только эта тема, так скажем, поднялась, развивалась, и подумать, ну никто бы и не подумал, наверное, что это на сегодняшний день будет так ажиотажно, и что тот же самый биткоин будет стоить 8 тысяч долларов. И неизвестно, что там через год, может быть, он уже будет стоить 15, 20, 30 тысяч. Мы тоже это сказать не можем. Но то, что заработать на этом, да, именно с помощью майнинга, на сегодняшний день это удается делать. И удается делать с помощью уже вряд ли тех видеокарт, которые в свое время позволяли нам это делать, потому что, да, с каждым этапом, с каждым выработанным блоком, с майнингом блоком, сложность выработки следующего блока растет. И сам процесс майнинга, да, он что из себя представляет? Он из себя представляет определенную деятельность по поддержанию всей сети, всей сети операций, которые происходят между пользователями биткоина, да, и поддержанию этой сети. Вот. С помощью вычислительных мощностей. Так вот, чем больше пользователей, чем больше вычислений, тем больше, соответственно, нужно вычислительных мощностей для того, чтобы эту всю сеть обслуживать. И вот майнинг, соответственно, занимается этим, и майнеры занимаются этим процессом и получают за то, что помогают обслуживать эту сеть, получают вознаграждение в виде того же биткоина или части биткоина за ту деятельность, которую они обеспечивают функционирование и целостность всей этой системы. Фактически они решают задачи нашей на сегодняшний день банковской системы, вот, где сейчас банки, да, получают комиссии за то, что мы совершаем определенные операции, да, но в данном случае сами майнеры, те, кто предоставляют мощности, эти операции, мощности за эти операции получают вот определенную часть биткоина. В этом и, собственно, и заключается самая основная задача майнеров. Виды майнинга на сегодняшний день очень разнообразные. Это в первую очередь, вот я уже говорил, как ранее люди майнили на видеокартах. Дальше это стало видоизменяться, и эти видеокарты объединяли в определенные фермы, то есть собирали там несколько видеокарт по 5, по 6 видеокарт в одном компьютере. Даже год назад такой механизм использовали, и на эфире до сих пор используют. Соответственно, биткоин пошел дальше, они стали, под биткоины стали разрабатывать определенные специализированные установки, оборудование, которое позволяло майнить биткоин с еще большей скоростью, чтобы еще больше обслуживать те вычисления, которые проводятся на сегодняшний день. И эти машинки, буквально 2 часа назад мы общались с человеком, если взять антмайнеры модельки L3, они сейчас приносят порядка от 1000 до 1500 рублей в день. То есть это грязными, чистыми, там фактически может получиться у всех разное, все зависит от того, сколько вы платите за электроэнергию, которая потребляет ваше оборудование. То есть фактически срок окупаемости может достигать и полугода, и год. Все зависит от оборудования, которое вы приобрели. Есть такой еще один из видов майнинга. Это браузерный майнинг, когда вы майните с помощью джаваскриптов. Но это, конечно, тоже уже забытая история. Есть механизмы, когда злоумышленники или фактически хакеры пользуются программой, которые встраивают ваш компьютер, своего рода вируса, который майнят, и вы не замечаете этого, что вы приносите кому-то определенное количество биткоинов. Есть такие возможности, как вы можете взять часть своего жесткого диска, фактически определенную емкость и отдать под майнинг, тем самым тоже получить биткоин. И самое, наверное, актуальное на сегодняшний день – это облачный майнинг, когда фактически вам не нужно покупать никакое оборудование. Вы вкладываете свои деньги, любые деньги абсолютно, будь это 10 долларов, будь это 10 тысяч долларов, неважно. Вкладываете, арендуете оборудование у тех, кто в эту инфраструктуру вкладывает свои деньги и получаете какой-то определенный процент. И опять-таки на сегодняшний день этот процент из всех 100% мощности, которые вы могли бы выработать на своем оборудовании, вы получаете где-то порядка в два раза меньше того, что могли бы сделать. Но зато вы не переживаете о том, что у вас из строя вышла какая-то машинка, что у вас есть затраты на то, чтобы обслуживать это все, следить за бесперебойным питанием всего помещения, в котором находятся все эти машинки, и много-много-много всех головной боли, которые есть при организации этой структуры. Поэтому основное преимущество облачного майнинга – это то, что вы можете заниматься этим фактически не имея никаких знаний, навыков, просто отдав эти денежные средства, и купить часть, точнее зарабатывать на этом не с большими суммами денег. А недостатки – это, конечно же, то, что вы большую часть дохода отдаете этим пулам, которые организуют облачный майнинг. Ну и, соответственно, оборудие находится на обслуживании у владельцев. И не факт, что если этот пул захочет, опять-таки, куда-то скрыться, то вы вернете все свои денежные средства назад, включая еще то оборудование, за которое вы якобы заплатили. Поэтому самое лучшее, наверное, на сегодняшний день из всего того, что связано с майнингом, это просто заняться именно облачным майнингом, то есть фактически давать в аренду всем желающим майнить свои мощности и зарабатывать на этом фактически какой-то определенный гарантированный процент. Это, наверное, наиболее эффективно на сегодняшний день, что может быть. Это, может быть, я ошибаюсь, это мое субъективное мнение, но вот общаясь с людьми, которые в этой теме крутятся, вот такой вариант, наверное, был бы очень интересен. Что касается других способов получения дохода в этой сфере, Дмитрий, давай на следующий слайд. То их здесь еще порядка семи-восьми. Одна из возможностей – это на сегодняшний день зарабатывать на арбитраже, хоть это и небольшой доход, но это своего рода фактически гарантированный доход от сделок. Ввиду чего такая возможность у нас есть? Сейчас на сегодняшний день где-то около 180 бирж, на которых мы можем с вами купить, продать криптовалюту. И на каждой из этих бирж существует свой курс биткоина или свой курс какой-то другой валюты. Фактически у вас задача такова, что есть разница этих курсов, и вы можете на той бирже, которая на сегодняшний день показывает самый дешевый курс на биткоин, этот биткоин купить, и перевести его соответственно на ту биржу, где этот биткоин стоит дороже, и там его продать. И вот за счет быстродействия этих операций вы можете зарабатывать определенный фактически гарантированный процент. Разница, точнее суть этой стратегии в том, заключается, то, что актив нужно выбирать самый надежный, это, как правило, только биткоин. Если вы будете выбирать другой актив, то и работать арбитражом, заниматься арбитражом на биржах, то может настать тот период, когда какая-то не очень популярная криптовалюта, имеющая большие спреды между биржами, может в какой-то момент исчезнуть, обанкротиться, неважно, закрыться даже в каком-то итоге, и вы фактически не получите ничего. Поэтому здесь нужно использовать только надежный актив, и в данном случае, наверное, биткоин на сегодняшний день таковым является, потому что где-то порядка 53% всей капитализации рынка, который на сегодняшний день 255 миллиардов долларов биткоин, вот занимает больше половины, 53%. Да, остальное это эфиры, Даш. Следующее, что можно рассмотреть, как одна из надежных альтернатив для инвесторов, это покупка акций компаний, которые занимаются блокчейном, занимаются предоставлением услуг в сфере криптоинвести, криптовалют. Это могут быть электронные кошельки, это могут быть биржи, это могут быть какие-то обменники, либо просто бизнесы, связанные с блокчейном, связанные со смарт-контрактами и так далее, неважно. И вот эти компании, они реальные, это существующие бизнесы, которые занимаются этим уже не один год, это бизнесы, которые могут заниматься 3 года, 5 лет, неважно. И они выпустили свои акции на биржу, причем биржу регулируемую, это биржа американская, NASDAQ, HOTC, NICE, неважно, тоже тут абсолютно сейчас приспосабливаются все, пытаются эти акции продать на бирже, и на фоне этого хайпа вокруг криптовалют, получить доходность в виде того, что все желающие инвесторы, которые видят, что на регулируемом рынке, юридически регулируемом рынке, где они защищены, появляются компании, которые фактически генерируют свои доходы, еще и готовы делиться этими доходами со своими инвесторами, и эти инвесторы просто в радости, и я в том числе и один из них, покупаем эти акции компаний, которые развиваются и получают прибыли на фоне того, что сейчас происходит. Это есть и ETF-фонды, которые котируются на бирже американской, и он фактически коррелирует с движением биткоина на криптовалютной бирже. Это есть компании, которые, я еще раз повторюсь, занимаются разработками какими-то в области блокчейна. Даже больше были истории очень интересные, когда компания, которая абсолютно не занимается блокчейн-технологиями, разработками и всем прочим, фактически меняет свое название, она занимается биотехнологиями, добавляет свое название слово блокчейн, как ее акции раза в три за буквально пару-тройку дней вырастают колоссальными темпами. И таких примеров очень много. Например, буквально неделю назад одна из компаний объявила, что покупает фонд, венчурный фонд, который инвестирует в биткоины, хотя сама абсолютно занимается правами, как это, Дима, ты, наверное, подскажешь, когда получение патентов, да, получение патентов и всего прочего, и тут вдруг покупает фонд, который инвестирует в биткоин, так ее акции снова взлетают с 2 долларов до 15. То есть и такое тоже на фондовом рынке есть. К сожалению, там дефицит тех активов, которые связаны с криптоинвестицией. Может быть кто-то слышал компанию Square, которые занимаются такими коробочками, чипами, ну как фактически для малого и среднего бизнеса, вы можете с телефона сделать оплату, и малый и средний бизнес, как касса, фактически сразу получает безналичный расчет себе там на карту или куда дальше уже. Терминалы. Да, терминалы, все верно. Так вот, они объявили о том, что буквально месяц, месяца полтора-два назад о том, что они будут в своем приложении Square Cash, будут также заниматься, будут давать возможность всем желающим малым бизнесам, малым средним бизнесам расплачиваться в биткоинах. Помимо этого, еще у них в приложении менять доллары на биткоин и обратно. Так вот, их акции фактически стабильные. Большая компания, которая оценивалась в 3 миллиарда долларов за буквально за этот короткий период, вырастая в два раза, и это нормально. И инвесторы видят потенциал этого рынка и готовы, скажем, на этом и делать доходы, и с этими бизнесами двигаться, и получать на этом определенный дивиденд. Поэтому, более того, сейчас в декабре на биткоин выйдут фьючерсы. Наверное, уже тоже новость для тех, кто в этом варится, знает. А фьючерсы, то есть деривативы, те же опционы уже есть на бирже. Это определенный инструмент, позволяющий зарабатывать надежно, зарабатывать на биткоине. Для тех, кто хочет просто этот биткоин держать. И для тех, кто занимается обменниками, для тех, кто фактически хочет официально заниматься торговлей биткоином на бирже, это будет отличный инструмент, который уже подхватили очень многие брокерские компании, банки, фонды. И я думаю, что до нового года спрос на биткоин еще только усилится, а что будет дальше, мы уже там посмотрим. Но суть в том, что фьючерс сам как по себе как таковой открывает такой дополнительный бонус доходности. Если во фьючерс, как правило, заложена какая-то определенная временная стоимость, и мы можем, купив тот актив, тот же биткоин сегодня, и продав этот фьючерс, если он будет выторговаться выше цены на биткоин, фактически гарантированно получать вот эту разницу в каких-то определенных процентах. Так вот, этот инструмент позволит это делать, позволит это делать официально всем желающим инвесторам, и еще больше привлечет внимание к этой индустрии, к индустрии криптовалют, к индустрии блокчейна. И поэтому на сегодняшний день мы находимся на таком начальном этапе этого всего развития. Но это опять же является одним из признаков того, что система потихоньку адаптируется, и законодательство чуть-чуть-чуть, но как бы начинает принимать это явление, как есть. Мы дальше еще поговорим и о организации самих бирж, и об обменниках, и в принципе о юридическом оформлении всех этих вещей. Но сейчас пока, наверное, следующий, да? Да, и нет, еще не следующий, еще хотел рассказать, что еще в 15-м году все ведущие фактически банки, тоже Goldman Sachs, JP Morgan, уже давно запатентовали технологии, которые позволяют им с помощью блокчейн-технологий делать транзакции между пользователями, между клиентами банковскими, то есть обмениваться денежными средствами, еще и учитывая, что обмениваться криптовалютой между всеми клиентами банков, то есть это уже было давно известно, это уже было давно все, так скажем, имя же продумано, что нет даже никаких сомнений, нет никаких сомнений в том, что это технология, как технология блокчейн, это будет технологией будущего, тот же IBM, кстати, если тоже слышали, да, и акции его на сегодняшний день себя не очень так хорошо чувствуют, он имеет очень много патентов тоже в этой области и разработок, поэтому тоже интересная идея для того, чтобы его купить. Что же касается следующего пункта спекуляции, то здесь я останавливаться не хотел, это так понятно, вы можете фактически стать обладателем биткоина на сегодняшний день очень просто, выбрать любой, опять-таки, да, из бирж, можешь зарегистрироваться, пройти верификацию, там, даже самую простую, да, и попробовать этот биткоин приобрести. Это все очень несложно и легко это делать, сейчас в интернете очень много информации на этот счет. Есть еще такое очень интересное понятие, это выдача кредитов на биржах, но это немножко по-другому называется, это называется, можно предоставить свой биткоин или свой эфир взаймы другому человеку, который хочет этот биткоин в моменте продать. И на этом, соответственно, тоже зарабатывать. То есть фактически займ стоит денег, и в некоторых периодах времени, включая уже в этом году, были такие моменты, когда вы, если кто в теме, он, наверное, знает, если когда биткоин разделялся на биткоин кэш, то буквально за пару дней стоимость займа биткоина доходила до 100%, то есть годовых, фактически можно было в течение двух-трех дней на этом заработать в районе достаточно неплохие деньги. А еще более того, почему это все выросло, потому что вырос спрос, люди хотели просто на разделении биткоина получить и биткоин кэш, за определенную сумму денег, имея биткоин, да еще и не вкладывая абсолютно ничего. Поэтому, кстати, с биткоин голд примерно такая же история была. Есть еще такой один механизм, это покупка паев фондов, которые инвестируют, это не тех фондов, которые инвестируют только в биткоин и какие-то компании, которые связаны с этой технологией блокчейна, но я говорю про то, что есть фонды, которые выходят на ICO и котируют свои токены в виде пая на то, что этот бизнес владеет, имеет структуру, часть долю в биткоине, долю в эфире, то есть фактически распределенный портфель по всем 10 крупнейшим криптовалютам. И вы можете купить тот же токен этого фонда и зарабатывать на том, что растут на сегодняшний день все эти криптовалюты и вам не надо отдельно смотреть за одной валютой, за другой, вы купили часть этого фонда и держите ее там, захотели, продали и заработали на этом. Ну и последнее, это конечно участие в ICO проектах. Дмитрий всех напугал, ну как бы да, цифры такие действительно, что очень много проектов, они потерпели фиаско, не дожили до сегодняшних дней, но есть же все-таки у нас примеры того же эфира, который размещался, проводил свое ICO, есть другие компании, которые тоже успешно разместились и там просто колоссальных, колоссальной доходности можно было получить, если вы продержали эти токены, эту криптовалюту с начала их основания. То есть если посмотреть там слайд, по-моему следующий, еще один. Да, если посмотреть на эти графики, то там просто сумасшедшая доходность, начиная от 80 тысяч процентов, заканчивая, по-моему, 400 процентами, тысячи. Ну да, здесь видно плохо, но опять же это все проекты, связанные непосредственно с блокчейн-технологиями, связанные с криптовалютой именно. Поэтому они на сегодняшний день показывают хорошую динамику.